Пам-пам-пам. Запрос поча вся. И Армения. Армения, Армения, Армения. Чем мне зашла Армения? Значит, начну с хорошего. Чем мне зашла Армения? Это природа. Там прикольная природа, там же у них горы. Не то чтобы высокие, не то чтобы старые, но симпатичные. Плюс у них есть озеро Сиван. Тоже очень клевая, прикольная локация. И у них там некоторое количество древних храмов 3-4 века. Плюс там интересная локация гора Рарат, которую армяне считают, что она на их территории. Но если посмотреть по карте, то она на территории Турции. На территории Армении там небольшой кусочек склона. Пятая часть склона горы. А пик Арарата и основная часть Арарата, он вообще в Турции. Потому что такое Арарат, знаете, да? Это парковочка, где Ной плавал-плавал и попарковался. Вот так выглядит въезд в Армению с территории Грузии. Только-только закончились офигенные грузинские горы. Ты проехал долину, в которой ты перенеси. И начинаются чуть менее офигенные армянские горы. Почему они чуть менее офигенные? Потому что грузинские горы, они высокие и очень лесистые, очень зеленые, ярко-зеленые. А армянские горы, они больше такая степь полупустыня. Больше камней, песочек, песочек, камни. Но, блин, какие там серпантин. То есть ты едешь из Тбилиси в Ереван. Прямых участков дороги, по-моему, нет вообще. То есть ты едешь, во-первых, постоянно туда, все серпантин. Во-вторых, перепады высот. То есть ты с уровня моря там поднимаешься на тысячу метров до уровня моря, потом пускаешься обратно. То есть к моменту приезда в Ереван мне одна-то шумила. От этой всей стопляски, от этих всех серпантины плюс перепад высоты. Это, конечно, жесть. Ну, вот так выглядит. Это вид уже из Еревана. То есть это с Ереванской... Так это привет, говорим про Армению. Это с Ереванской Салтовки, с Ереванской Борщаги. Ага, так это зашел, так это ушел. Вид на местность вокруг Еревана. Там вот есть город Ереван и вокруг города Еревана вот такая полупустыня. То есть там в какую-то сторону, если посмотреть, там будет видно, как Армения плавно переходит в Турцию. И в целом, кстати, в Армении городов не то чтобы много. По-моему, два. Есть Ереван и есть Дилижан. Там в каком-то советском кино старом, там были дорогие гости из Солнечного Еревана. Я не помню, что это кино. Но помню, где-то этот город фигуировал. Так вообще в Армении городов особо больше-то и нет. Там есть поселки, села в средней унылости. Главный город Ереван выглядит не очень. Честно вам скажу, Ереван выглядит такое, большинство Еревана. Это панельки, абсолютно типичные по-светски панельки. В солидной части Еревана это вообще трущобы. То, что у них называется старый город, но оно там вообще никак не облагораживается, не чистится. Там старый город, да действительно старые, грязные, покосившиеся просто дома, русские улочки оттуда. Края была, зашел, вышел, потому что она какой-то особой ценности, колорита, чего-то интересного. Просто старые кварталы в очень плохом состоянии. В очень плохом состоянии. Квартирка, в которой я остановился. В Армении, кстати, проблем с коммуникацией не было, потому что все говорят на русском. Вот это вид на Ереван. Как вы видите, он довольно серый. Но, тем не менее, все те же окраины Еревана. Потрясающе живописные пейзажи, правда? В Ереване очень много памятников персонажам советских фильмов. Я так понимаю, персонажам студии Арменфильм. И вообще там из всех постсоветских пространств, где я был, Ереван, наверное, самый такой, самый постсоветский. Больше всего каких-то останков империи, памятников актерам, политикам. Ну, Пушкин, никуда же без него. А, да, это, походу, еще одна папочка с фото, где я не отсортировал свои фотографии за пять лет. Да, простите, будут дубли. Да. Ереван. Какое забавно, я приехал в Ереван ночью, приехал ночью, договаривался о вписке на следующий день. То есть я ночевал в парке. По очереди спали на лавочке. И на следующее утро мне родители звонят, мол, читали там, показывали в новостях, в Ереване, революция, пункт, Майдан, вот, в центре такой-то площади. А я на этой площади на лавочке сплю. Я сплю вокруг, а где? Ну, вот же, в новостях показывали, что там, там у них ЭГГ, Айнэнэ. В общем, где-то у них там был в тот момент Майдан, но он какой-то был очень, наверное, тайный, очень камерный по приглашениям, поэтому я его не заметил. Или российские новости, как всегда, в Ралле. Я поддерживаю последний вариант. Ереван, Ереван, Ереван. Но при этом есть Wi-Fi, как гласит табличка, и правда есть Wi-Fi. Вот это, по-моему, по-моему, памятник персонажам фильма Мимино. Или нет? Я фильм просто не смотрел, я знаю, что он существует, но возможно, возможно. И вот такими скульптурными композициями сейчас ставит весь Ереван. Центр, это вот тот самый центр, а вот, наверное, вот тот вот митинг, бунт, протест, которым пугали российские новости. Ну, там действительно сидела пара Чуваковских транспарантами, они, по-моему, за отставку то ли премьера, то ли президента сидели. Там человек пять сидела. Сумма. Родина-мать. Если вы помните Родину-мать в Грузии, я показывал в прошлый раз, то в Ереване Родина-мать ровно такая же. Один в один. Ctrl-C, Ctrl-V. Это новый центр, это вот то, что в Ереване называют самым модным, стильным молодежным районом, пытались как-то облагородить. Чутко, ну, получилось, я не знаю, на мой взгляд, получилось так, как себя. Фонтанчики обшарпанные, асфальтик обшарпанный, лебеди какие-то мрачные. Сможут от тебя, что вообще, что происходит. Куча, куча. А Ереван – это город упоротых памятников. И вот я покажу чуть позже, будет единственное достойное внимание локации в Ереване – это Большой Каскад. И Большой Каскад – там максимальная концентрация каких-то упоротых скульптур, вот каких-то настолько наркоманских, настолько странных, настолько непонятных. Я не знаю, это вообще не что, специально свозили отовсюду предельно странные скульптуры. Центр Еревана. Это черный лебедь. Точнее, это две жопы черных лебедей. Они стеснялись воткаться. Главная пешеходная улица. Но вот, тем не менее, в Ереване, который так себе городок, пешеходная улица есть, а в Харькове пешеходной улицы нет. Что за вопиющие исполнительность, я считаю. Да, вот там даже такая штука была, такой хай-тек, это 16-й год. Тысячелетия назад, можно сказать, на Центральной улице, но он не работал. Светился вот этот главный экранчик, я помню, подошел, пытался что-то потыкать, он сказал, хрен тебе, я не работаю. Я свечусь, я делаю вид, что я есть, но я не работаю. А вот на этом CD-инфо очень сильно перефотошопленный, приближенный, увеличенный Арарат. Тот самый Арарат, который очень гордится Арменией, хотя он стоит на территории Турции. Надо же чем-то гордиться. Да, я буду много сарказмировать на тему Еревана. Простите, во-первых, настроение такое, а во-вторых, Ереван, ну, действительно, не самый выдающийся город из всех, что я был. Да, привет. Да, я немножко вклинись, потому что я пропустил два твоих стрима, и на третий я пришел, но меня вызывают на митинг по работе, поэтому я сейчас уйду опять. Но меня, правда, удивил тот факт, что Ереван, оказывается, находится не в Армении. Как так получилось, что они им гордятся? Он когда-то был на территории Армении? В чем прикол? Честно, не помню. Там какие-то территориальные насчет границы мутки, непонятки. Ну и, камон, когда кому-то мешала принадлежность чего-то другой стране гордиться этим чем-то. Узнаем кучу историй, когда что-то принадлежало от другой страны. Македонянам ничто не мешает гордиться Александром Македонским. Да, да, да. Это история сказки. Вообще у армян довольно много споров на тему каких-то не только географических, но и культурных штук. То есть у них вечный спор с грузинами, чей лаваш. Я про грузин этот рассказ говорил, что армяне с грузинами постоянно... Это мы придумали лаваш. Нет, это мы придумали лаваш. Нет, это мы придумали лаваш. Ой, куча-куча... И куча конфликтов. Сорян, поделай. Так, давай, беги, а я продолжу мысль. У армении конфликты с большинством соседей. То есть у них конфликт с Азербайджаном продолжающийся на горных Карабах. У них был... Им турки устраивали геноцид. До сих пор вот эта национальная трагедия Армении. Продаются везде эти сиреневые леночки, значки в память о геноциде армян, потому что турки... Ну, где-то уже в новейшей истории... Сейчас скажу, в каком году турки там просто устроили жесткую жесть. Тихо ночью перешли границу и вырезали просто несколько армянских городов просто подчистую в Азербайджане. Сейчас скажу, в каком это году было. Это где-то относительно недавно. А, в 1915 году. То есть чуть больше 100 лет назад воины Османской империи зашли в Армению и сделали там много плохого. И делали... 8 лет. Блин, я теперь не могу спокойно реагировать на фразу 8 лет. Где мы были 8 лет, когда там пили Банбас? Вот, 8 лет турки устраивали армянам геноцид. Поэтому армяне очень не любят турков. Армяне очень не любят азербайджанцев. Насчет отношений Армении и Грузии я вот не помню. Вроде плюс-минус норм. Ну, по крайней мере, какие-то яркие прямые конфликты Армении и Грузии я не слышал. Возможно, они есть. Вот. Но в целом у Армении много проблем. Вот. А вот это вот локация, которая Большой Каскад. Вот. И открывает ее памятник архитектору этого Большого Каскада. У которого почему-то очень большие руки. Я не знаю почему. И Большой Каскад начали строить, чтобы не соврать, в годах 90-х. До сих пор не достроя. Должен был быть огромный такой, огромный, что-что-что. Каскад с памятником наверху. Но в какой-то момент деньги закончились. Строители закончились. Все закончилось. И там уже последние лет 20 стоят эти краны, ржавеют потихоньку какие-то леса. Я поднимался наверх. А внутри этого Каскада музей современного искусства. И вы знаете, вот у меня фраза музей современного искусства всегда вызывала неоднозначные эмоции. Потому что в тех музеях современного искусства, в которых я был, в них часто бывает... Ты не понимаешь, это туалет не работает или экспонат. Туалет не работает. Ценирую известный фильм, потому что я не всегда въезжаю в современное искусство. Я стараюсь в это въезжать, но есть вещи за гранью моего ограниченного понимания. Вот скульптуры Большого Каскада. Причем они без подписей. То есть если бы там были какие-то таблички подписи, что вот этот вот заяц, который пузом лежит на колокольчике, символизирует, не знаю, независимо от странского народа. Вот если бы были такие таблички, то было бы уже как-то интереснее и понятнее. Нагуглить про эти скульптуры мне в тот момент тоже не удалось. Может уже что-то поменялось. Вот тогда не получилось. И я смотрел, ходил, смотрел на это все. То есть кое-что прикольное. Чайничек видой, который по задумке, наверное, должен обрастать растениями. Это прикольно. А вот два пирамидоголовых из Сайлент Хилла, причем один поднимается, другой спускается. Вот что это? Что это символизирует? Что хотел сказать автор? Хотел ли что-то сказать автор? Я там пару часов ходил, но потому что локация действительно единственная ведущаяся локация в Гереване. И недоумевал, орал, недоумевал, что это. Если у вас есть какие-то версии, или вы даже знаете, что это такое, можете нажимать на микрофончик и говорить мне что-то. Может, есть знатоки современного армянского искусства, которые понимают, что это. Или есть какие-то версии на тему глубокого символизма. Вот помните, когда я Лаос показывал, там был парк, скульптур на тему буддизма, он тоже был такой весьма наркоманский. Зайцы марширующие на головах слонов. У меня тут даже особо нет каких-то смешных, ироничных комментариев к происходящему. Можно просто молча посмотреть восхитительство мастерством скульптора. И там есть инормальная скульптура. А вот это, наверное, родственник золотого дитя из Одессы. Я скидывал в общеролевой чатик, и кто был в Одессе, там у них на набережной возле мор-вокзала есть вот такой похожий младенец, перекачанный, вылупляющийся из какого-то шара. Наверное, это он просто чуть подросший. Возможно, это воял тот же скутер. Еще какой-то заяц, зонбий заяц, стоящий на ковальне. Или танцующий лесгин, какой-то вариант, кстати. Конни из подков, это прикольно. Коняшки сделаны из подков, я не знаю, это декоративные подковы или реальные юзанные подковы. А вот смотрится интересно. Вот такое современное искусство, я понимаю, такое современное искусство мне нравится. Большой каскад. Летом плюс 40. Армения. Тут, наверное, одного скульптора, одного автора работы все вот эти вот очень странные зайцы. Очень странные дела, это очень странные зайцы. В общем, в общем, синяя птица. Если вам всегда было интересно, как выглядит синяя птица, счастье завершенного дня, то, по мнению армянских скульпторов, она выглядит вот так. Наверное, действительно очень счастливая птица, очень удачливая, потому что толстенькая, хорошо кушает. Да. Да, ну какой завтрашний день такая птица? Да, возможно, возможно. Котик мне понравился, он такой кругленький, такой пухленький. Вот, приближаемся потихоньку к этому большому каскаду. Задумка крутая, я нагуглил проект в интернетах, задумка была крутая, задумка была масштабная, и какие-то многие задумки еще с советских времен. Но реализация... Сейчас я вам скажу, развел себе привычку, если что-то возникает, какой-то вопрос в голове, гуглить, в каких годах эту беду начали строить. Я начали строить в 1980-м году. Не, подождите, я начали строить в 1971-м году, вот эту беду. До 1980-го года строили, и вот в таком состоянии она стоит с 1980-го года. То есть, в тот момент, когда я там был, она в таком состоянии стояла уже 27 лет. То есть, стоит, и стоит, и я вижу в Википедии фоточку 1981-го года, и кран вот этот справа желтый, и точно так же стоит, только в другую сторону повернутый. А вообще его спроектировали еще в 1924-м году. С ума сойти. То есть, вот проект этого безобразия создали почти 100 лет назад. Потом, там у них вообще Ереван же, Ереван, если смотреть в какой-нибудь высушенности, он довольно прямоугольный. Ереван строился, в основном, по советскому генеральному плану. Там был генеральный план города, довольно грамотный, насколько я помню. И по этому плану Ереван должен был быть там стрит-стрит-стрит-авеню-авеню-авеню, как Нью-Йорк, социальные проспекты, парки, но что-то пошло не так. Как часто бывает. Это как ХТЗ в Харькове. План был шикарный, план был прикольный, план был интересный. Но что-то пошло очень не так. Ну вот в нулевых годах его начали потихоньку достраивать по инициативе американского армянина. В общем, в голове ассистем фода он заиграл. И до сих пор это встраиваются. Википедия говорит, что он до сих пор строится, до сих пор там с ним что-то пытаются сделать. Сто лет назад спроектировались, с ума сойти. Толстый котик. В Кавкаду мы еще вернемся, но нужно было сфоткаться на фоне толстого котика. Странные скульптуры по мере подъема на большой каскад, северный каскад, не заканчиваются, а только начинаются. Вот эти вот мужики на столбах, вот эти вот мужики на столбиках, они в темное время суток с веком, они подсвечиваются разными кислотами, зеленый, желтый, синий. Это не просто мужики, это мужики какого-то знаменитого европейского скульптора, который делал место куплета, по-моему, во Франции, а потом, когда высказка закончилась, передал свои вот эти вот произведения, передал Армению. Половина головы, к которой ведет рыба, хотя вот, знаете, сам каскад, если вот не смотреть на эти очень странные скульптуры, сам каскад, вот эти вот штуки все, отсюда еще она должна по задумке архитектуре бить, мне тоже нравится, они даже вполне симпатичны. И если, если когда-нибудь это чудо архитектуры закончить, то где-нибудь какой-то проект будет, да, если он закончит где-нибудь, там, через два года, то столетний проект, просто столетняя стройка, стройка века, буквально в смысле слова, стройка, которая шла в век. И когда, если это закончит, я даже хочу на это посмотреть. Если вот отсюда будет, там, водичка шурчать, и все это будет закончено, то это может быть очень даже... Ничего, как релищ. Странные мужики. Ну, и по мере подъема на каскад я фоткал Ереван практически с каждой террасы. Внутри всякие, всякие штуки. О, а сейчас я покажу самую интересную штуку. Вот. Это, если я не ошибаюсь, южнокорейский, очень знаменитый современный скульптор, который делает скульптуры из юзанных покрышек. То есть он берет старые покрышки от велосипедов, от легковушек, от кузляков, и из них мастерит... Из них всякое мастерит. Вот это оригинальная его скульптура, то есть это не копия, это не подражание, это действительно скульптура этого южнокорейского чувака, которую он тоже передал в Ереван. Тут лев, сделанный полностью из покрышек. Если присмотреться, видно, что это все покрышки. Это я считаю круто. Это символизирует переработку материалов, заботу обожающей среде. Идея, ля-ля-ля. Ну, и в целом это просто круто выглядит. Ну, на мой взгляд. Да, я там его обфоткал со всех краев, всех ракурсов, я обфоткал этого льва, ну, потому что он крутой. Просто он крутой. Это не самая крутая работа этого скульптура. У него есть еще круче, но тем не менее... Папочка снисотерил фото. Видно центральный-центральный Ереван, центральная улица Гаспаряна, по-моему. Которую тоже спроектировали в 1924 году. В 1900. В Ереване, кстати, почти нет туристов. То есть в Армении в целом туристы есть, я видел, но они в основном все катаются на природную смещательность. Гегард, Гарни, Симан. Я там тоже был. Я это покажу. А в самом Ереване в столице туристов в самом деле, ну, потому что ловить особо нечего. Папочка снисотированным фоном. Вот эти светящиеся мужики. Внутри всякие штуки. История строительства этого всего. Вот тоже искусство современное на тему переработки. Потому что вот эти вот флюгеры, не флюгеры, как они называются, они сделаны из донышек пластиковых бутылок. Донышки от баклажек, от бутылок, нагреты. Вы знаете, у некоторых детских родителей делали из винилых пластинок, делали коршочки для цветов. Вот тут тоже так нагревают пластиковые бутылки. Из них делают такие цветочки. Современное искусство. Снова Ереван. Еще Ереван. Наслаждайтесь зрелищем. Молодцы, чувак мне в свое время почему-то допомнил Путина. Я когда был на каскаде, смотрю и говорю, вот, ржущий Путин, стоящий в атом. Смотрите, что это. Это кристаллы Сваровские. Сюда колонна из дофига кристаллов Сваровских. Дорога богатых. Вот начинается недостроенная часть уже каскада. То, где остановились в 80-м году. Родина мать. Она кто-то очень странно держит этот мяч. Супер неестественная поза. Вот она либо скалку держит, либо бейсбольную биту. Ты как раз обогнал меня. Я хотел сказать, что таким жестом обычно скалку об руку. Знаешь так? Мне не хотела, где в тебе тюбитейка. Да-да-да. Возьминске реально ощущение, что у него тут полотенце на плече и скалка в руке. Опять же, что хотел сказать автор. Она смотрит, кстати, что примечательно в сторону Турции. Я не знаю, это какая-то задумка или так получилось, но она четко в сторону границы с Турцией стоит. Вот самая высокая достроенная часть и вид на всю армянскую столицу и немножко там Турцию вдалеке. А вот так выглядит верхняя часть Большего каскада. Это вот то, на чем остановились в 80-х годах. Строительная техника гниет, ржавеет, стоит 30 лет. Четвертый год стоит и так там ничего не шевелится. А жаль. Я опять приближаю фото, листаю следующее фото, там уже ближе сфотканал. В общем, я не знаю, как это дело в Ереване сейчас. Может, за последние шесть лет он изменился, стал суперкрутым, интересным, зеленым, современным городом. Возможно, когда я там был шесть лет назад, то он был уныленьким. И если зачем-то в Армению ехать, то это за природой. Нет, не за такой природой. Сейчас будет еще немножко Еревана. Я думал, сейчас будет природа, но нет. Еще немножко, немножко. Это площадь республики. Центральная площадь, на которой каждый вечер устраивают шоу поющих фонтанов. И там такое столпотворение. Еще не в полстолице, просто к воскресенью вечера приезжают в центры Еревана, чтобы посмотреть на эти фонтанчики. Ну, ладно, насчет абсолютной скучности. Площадь, площадь, ничего так. Я просто сейчас сам смотрю эти фотографии, вспоминаю, как оно было. Ну, вот центральная площадь республики, это тоже любопытная. Особо мне понравилось то, что красное здание. А вот эта фишка Еревана. Питьевые фонтанчики. Армения стоит на родниках. То есть там ты едешь по дорогам, и везде родники, источники. Везде, везде, везде. Вода чистейшая. И на улицах Еревана тоже стоят такие питьевые фонтанчики, у которых вода идет именно из подземных слоев чистых. Чистейшая вода. Интересно. Ну, наверное, на время ковида их выключили, но когда я был, постоянно люди подходили, из этих фонтанчиков пили, умали, уже лише. Лето, сороковник. Я тоже там регулярно водичку пил. Чистенькая, вкусненькая, холодненькая. Выжил, за живот не болел. Пить можно. Центральная площадь. Центральная площадь. Ну, тоже Армения из тех стран, куда лучше ехать на машине. Я добирался до спинчагленности природных на локал-бусиках, которые по селам ездили из столицы. Это тот еще акцион, потому что я уже говорил, а менее в основном страна сельская страна, сельских жителей, и поэтому из столицы едут маленькие душные автобусики, набитые людьми, курями, козами, еще всякой домашняя жирность, это все жутко душное, тарахтящее, плюс по гордым сирпантинам. Дороги в Армении, когда явно были не лучшего качества, вот она все тарахтит, трясется на всем, едешь, потом такое счастье на воздух выйти, вы не представляете. Центральная Армения. Да, еще Армения, армяне глубоко религиозны. Армения, Армения, Армения очень христианская страна, очень христианская страна. Там много церквей, и вот то, что я наблюдал, общался с людьми, люди очень набожные, очень набожные пророссийские христиане. здания из вулканического камня. Почему он черный? Потому что вулканический, не покрашенный, это камень такой есть. Вот такие вот армянские церкви, типичные, любопытная архитектура. А вот это один из самых странных памятников, что я видел в этой жизни. Возможно, нет, не будет. Роче, здесь ног меньше, чем участников, чем верхней частей, в общем. Два коня, и там один мужик сидит на двух конях, а у коней на двоих почему-то три ноги. Ног мужика вообще не видно, и как он эти коня держится, непонятно. Понятно. Я не знаю, зачем я фоткал эти парки. Наверное, просто хотелось. А это знаменитый завод коньяка Арарат. Вообще, почему-то в Армении даже вино по вкусу как коньяк. У них относительно неплохое местное вино, но почему-то по вкусу оно больше, не виноградное вино привычное, а коньяк. Возможно, наверное, потому что оно готовится, выдерживается в коньячных бочках, я не знаю. Но вот что, что, кстати, коньяк, коньяк в Армении действительно очень хороший. И вот на этот завод Арарат, который больше похож на какой-то крест, завод Изенгар, а не завод Арарат. На этот завод влагает экскурсии, и в экскурсии включена дегустация молодого коньяка Арарат, среднего коньяка Арарат, выдержанного коньяка Арарат. Меня угощали на квартире уже коньяком Арарат, и это было весьма. А это вот древнеармянское письмо. На территории современной Армении раньше жили времена оконозороастрийские, насколько я помню, которые писали клинописью. И вот это вот первая, по-моему, это первая на территории Армении запись клинописная. Не знаю, шифрована или нет, но вот такая штука есть. Вообще, на тему археологии, на тему культурных слоев истерических Армения достаточно интересная локация. Я потом уже, когда по работе писал статью «Куда поехать в Армении?», чтобы посмотреть на гугл, что у них там есть древние каменные бабы степные, почти как у нас каменные кресты, которым пару тысяч лет. И в плане археологических ходов, в Армении есть что посмотреть. Да. Интересная просто заметка на полях. Скорее всего, большинство это знает, но прикол в том, что если ты видишь надпись клинописи, это не обязательно означает, что это какой-то конкретный язык. Клинописи писали на кучу разных языков, то есть придумали ее, если мне не изменяет память, шумеры, у них ее позаимствовали Акации, у Акации позаимствовали Арамеи, у Арамеев еще кто-то. В общем, в те времена в самом древнем мире, грубо говоря, еще до Древней Греции, клинописи писала вся эта область, при этом языки были абсолютно разные. Письменность одна и разная. Не знал, интересно. Ну вот там, я помню, читал, находили на территории Армении следы арамейских плевен, собственно, и они пытаются немножко присвоить часть шумерской истории, говорят, что у них чуть ли не сам Мартуг добегал в свое время, но есть у меня приятности. Интересно, вот в Армении все говорят на русском, причем не только с иностранством, но и в быту между собой большинство говорили, ну по крайней мере, 6 лет назад говорили на русском, при этом большинство надписей на русском не дублируются. Я был в каком-то музее, не помню, в кроечке, не кажется, и там все надписи под экспонатами все было только на армянском, ни на английском, ни на русском не дублировалось, только армянский. И армянский алфавит по виду очень похож на грузинский. Возможно, это родственные языки. Или нет. Я не филолог, я не знаю. Ну, вот. Названия кафе же дублируются, названия магазинов дублируются, на русском, а в музеях нет. Ну, и сюжеты типичные для аккадской, шумерской, вавилонской культуры. Абсолютно типичные. Снова, снова центр Еревана. Я много, больше всего тусил на центре Еревана, потому что в центре было приятно. Приятно находиться. подсветка, подсветка площадь, вечернее шоу фонтанов. На фоточках все равно непонятно, что это шоу фонтанов, поэтому я сейчас пролистаю его. И после этого по-моему уже начнется рурал Армения. Природная, дикая. Да, 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 да. Вот за что мне очень понравилась Армения, это за вот эти виды. И для этого не обязательно куда-то забираться на джипе. Вот я доехал на автобусе к приградам до ближайшего села, прошел за селом и тут опаньки, такие крайнивыды. Если помните эфир, видели эфир по Грузии, в грузинских город отличаются как минимум растительностью, точнее его отсутствием. Арманские горы, они более пустынные. Ну и пониже, да. То-то типичный армянский сельский пейзаж. И вот там за горой совершился. Непочищенные фотографии это зло, простите. Надо так и почистить их спустя 6 лет. Надо что-то делать. Так. И на этом моменте мы перестали листаться фото. На самом интересном, кстати, месте, без шуток. вот если бы я сейчас показал вам эту фотографию вне контекста Армении и сказал бы, что это Греция, я думаю, вы бы не поверили, правда? Ну и в этом есть часть правды. Это Гарни, территория называется, это храм Деметры. Это храм Деметры, богиня Земли, построенный то ли в 4-м, то ли в 3-м веке. То есть черти, когда он построен. Внутри там вообще не чудес, то есть типичный древнегреческий храм. снаружи красивые колонны, портики, статуи и крыша, внутри нифига. Внутри обычное пустое прямоугольное помещение, в стенде которого стоит алтарь, на котором нужно закалывать жертвенную животинку в честь богини. Раз уже завел такую привычку, гуглить по ходу эфиров, сейчас вам скажу. Какого века этот храм храма я соврал, простите. Первый век. Это первый век наш вот этот храмчик. 2000 лет. Но его интернет говорит, что его в 17-м веке с метисением порушило, потом его заново собрали. Но заново собрали из тех кусков, которых он был, просто они рассыпались и потом их просто снова поставили друг к другу. Но да, первый век нашей эры. Там о нем Тацит писал об этом храме, еще известные люди писали. В общем, очень интересная месцинка. Вокруг руины еще каких-то зданий. Вообще армяне во многих аспектах они такие очень себелюбивые ребята и они часто говорят при общении гордятся своим народом. У нас древняя культура, древний народ. И в чем она не права? Потому что армянская культура гистрикленно старая. Точнее, не армянская, не современная армянская, а тех племен, тех народов, которые живут в современной Армении тысячу-полторы лет назад. Это была гистрикленно крутая культура, у них были крутые цари, которые совершали крутые завоевания, развивали культуру и нос ля-ля-ля, но потом пришли более молодые, агрессивные, воинственные, продвинутые племена, и это все почти подчистую вынесли. Вот виды с этого храма. Что интересно, в этот храм был официальный платный вход, но я, как обычно, я просто откуда-то сбоку, с кого-то огородика зашел, бесплатно на территорию, а потом узнал, что там был платный вход, когда уже выходил. Так бывает. И вот от этого гарни ведет ущелье, ущелье, Гарни это название села, и по названию села называется долина, называется ущелье. Ущелье Гарни можно от этого храма спуститься по тропинке в ущелье, по пути нажавшись черешни, абрикос, персиков, растет инжир, и прогуляться можно по ущелью, по каньону, по долине. Прогуляться стоит? Почему? 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 Я не цитировал фото, почему? Не знаю. Тут тоже что-то было. Закончу эфир, почищу фото, честное слово. Мамой глянусь. Дофига китайских туристов. Просто почти все туристы там это китайские туристы. сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Вид снизу. Собственно, черешня, которую я там наелся по самое неболусе. Наверное, самая несортированная папка с моими фотографиями из путешествий. Вот. Чем прикольно ущелье Гарни? В ущелье Гарни есть такая штука, она называется каменная симфония, симфония камня. Симфония камня, это такие стены с базальт. По-моему, это называется базальт. В общем, вот такие штуки. Такие каменные образования, наслоения. У них что сверху такие свисают, прикольные. Сейчас будет крупный план. Они четырехпятиугольные, правильные формы. Да, симфония камня, это и вон, да, называется. Ага, это называется базальтовые колонны. Они вот всегда такие четырехшестиугольные. Где-то такие, где-то где-то не были. Вот. Вот на этом фото лучше всего видно, как оно выглядит. Такие природные образования. По-моему, это круто. Что это не рукотворная штука, это естественно природное образование. Да. Мне интересно, не потому ли она называется симфония, что отдаленно напоминает органные трубы. Я думаю, да. Я думаю, как раз по этому. Вот. Как обычно, блин, приблизил фото, листнул следующее. Пора уже к этому привыкнуть. И тут где-то была фоточка для понимания размеров этой штуки. Вот. Так, без сравнения с человеком непонятно, какой оно высоты. Ну, вот вам человечек. И вот эта нависающая огромная штука. Так стрёмно под ней ходить, честно. Он так нависает и кажется, что вот какой-нибудь стержень над каменной выскользнет, и тебе на темечко так прыгнишь. Там ещё гроты такие, пещерки. Ну, неглубокие. Небольшие гроты. Исписанные здесь был ашот, закиданные там мусором, бутылками. Вот, да, я фоткал для понимания размеров. Если брать природные места Армении, то вот ущелье Гарни, потом там плато Гарни есть, охраняемое ЮНЕСКО. Это прямо и направо по ущелью. Храмовый комплекс, это всё. Это самая красивая природная локация Армении. Некоторые считают, что самая красивая природная локация Армении это озеро Сиван, но так как я больше люблю горы, чем воду, то вот для меня самая красивая природная локация это вот плато Гарни. А, ущелье Гарни, простите. И оно длинное, там пару часов можно идти и выходишь в следующее село, садишься на автобус и идешь обратно в Ереван. Там ещё из-под этих камней по стенам водичка сочится, где-то там проступает сквозь слои базальта. Я думаю, что геолог, успиреолог, вообще там счастье. Чувствуется такая мощь. Мощь, это мощь прямо над тобой висит на голове. Причём я об этом месте узнал от местных. Я подписывался у местной семьи и они посоветовали туда съездить, потому что вот я даже сейчас гуглил и про это ущелье, сухая маленькая статья в Википедии, две строчки, что есть ущелье и там базальтовая столбик. Всё. То, что это какая-то выдающаяся локация, памятник природы, место Мастси, обязательно посетите. Нет. Чувствуется нам прикольно, если там жарко, заходишь в такой гротик, от камней холод идёт. Но они блестят, потому что по ним водичка стекает. У меня спустя пару лет после того, как я был в Армении, мои знакомые ребята по моим советам туда катались, но они катались с машиной. Они ездили на машине и палатку там ставили в этом ущелье. Не запрещено. Зачивали там с палаткой. Это, я думаю, тоже должно быть очень круто. Почти правильные шестиугольники. А ещё кайф в том, что по дну этого ущелья течёт река, и так как это лето жарко, можно при желании разуться и посечком пойти по холодной горной речке. Солнышко голову припекает, водичка ноги остужает. Где-то посредине получается комфортная температура. Много фото камня. А вот там чуть дальше по дорожке стоит знак не ходить, потому что начинается зона военного конфликта. То есть да, там рядышком та самая зона конфликта на горный Карабах. Я когда ехал обратно из Армении уже в Грузию, я еду, и там, как уже сейчас я понимаю правильно говорить, исходящие. И там на фоне исходящие фигачки. У водителя, что за фигня вообще, может что происходит. Это у нас каждый день. И у них вот после такого-то года там почти каждый день артиллерийское пиво-пиво на территории Нагорного Карабаха. То Азербайджан по усел займёт, то Арадступит Армения займёт. И вот так вот уже несколько десятков лет на небольшой горестой местности идёт небольшой военный конфликт. Лет тридцать уже идёт. А вот это вот следующая, вторая по крутости локация в центральной Армении, тоже на границе с Карабахом, кстати. Гегард. Гегард – это, если я не ошибаюсь, самый старый монастырь в Армении. Сейчас я скажу вам, какого он старейки тысячелетия. В переводе с Армянсом – копьё. Гегард. Объект ЮНЕСКО. Ля-ля-ля. Восьмой век. Монастырь восьмого века. Полное название – Гегардаванг. В переводе – монастырь копья. И тут маленькая ремарка. Армяне считают, что Гай Кассий Лонгин, этот чувак, который Иисуса копьяцом ткнул под Рибро, был армянином. Да, кстати, Моисея тоже считает армянином. И, собственно, Гай Кассий Лонгин, который вроде как римлянин, но армянин, когда Иисуса копьяцом уткнул, потом это копьяцом в этот храм привёз. И вроде бы где-то под земель храма, на конечник этого копья, который проткнули Иисуса, с кем хранится. Потому и храм копья. И там ещё на въезде храм, он в низине между горами зажат. Это идеальная крепость. Идеально оборонять, потому что она зажата между горами. А на въезде стоит статуя каменная Барса и мужик с копьём. И есть легенда, довольно типичная легенда, что когда Армении будут возгласить какие-то страшные и ужасные враги, то этот мужик с копьём оживёт, сагет на Барса и будет всем раздавать. Это вот очень-очень-очень древние каменные кресты. Скаловратом, кстати. То есть это кресты, они примерно того же возраста, что и сами монастыри. С тем больше тысячи лет. И это, на мой взгляд, крутейший храм в Армении. И это тоже я про него узнал от знакомых. Такая инсайдерская инфа, потому что Армения в целом, она не особо... Она популярна среди китайских туристов. Среди китайских туристов популярно, по-моему, всё. Когда, опять же, когда я писал по работе про Армению, я не то чтобы сильно много находил статей. То есть я находил одну оригинальную статью и копипасту с неё в разных вариантах. Вот это гигард. Мощное место. Знаете, бывают такие храмы, святые места, куда приходишь и чувствуешь, что место такое намоленное. В гигарде это чувствуется. Там можно спуститься. Там куча подземных ходов. Есть кельи. Всё это можно спуститься на минус первый, минус второй этаж погулять. И там чувствуется вековая намоленность. Он функционирующий. Вот почему я говорил, что это идеальная крепость. Потому что к нему ровно один подъезд узкий между горами. А так он зажат между вот такими отвесными скалами. То есть я не знаю, каким нужно быть скалолазом, Стивеном Сигалом, чтобы туда забраться незаметно с горы под покровом ночи. В лобовую его штурмом хрен возьмёшь. Вот входы в кельи ещё 10-12 века. И очень круто сделано центральное помещение. Там свечки, иконы. В потолке такие дырочки. И нет другого освещения. То есть там нет ламп, люстр, конжекторов. Есть дырки в потолке и свечи. Сверху падают столбы света. Причём спроектировано это так, чтобы столбы света падали куда нужно. То есть чтобы они освещали на скале эти фрески, алтари и всё. И немножко свечи такой, мистический отраж создают. Атмосфера потрясающая внутри. А это какой-то герб древних армянских царей. Это два барса и орёл, который несёт барашка. Можно подняться наверх, можно подняться на смотровые площадки над монастырём. Можно посмотреть на него сверху, оценить весь масштаб сооружения. Можно туда вообще как-то к кресту подняться, залезть по пещере, но туда я уже не лазил. Потому что жарко потому, что устал. Но опять же, опять же, в чём минус? Объект ЮНЕСКО. То есть памятка архитектуры. Ни одной надписи на английском. Ну или хотя бы на русском. Хотя бы на испанском. Ну короче, на другом языке, кроме армянского. Все английские, все английские на армянском. И тогда у меня с собой мобильного интернета не было. Я не мог прямо на месте погуглить что-то такое. Хотя было безумно интересно, что это за храм, что это за локация. Но, к сожалению, прямо на месте. Нельзя было там ни аудиогид взять, ни по QR-коду всё это сделать. Ни хотя бы табличку на понятном языке почитать. Армянский only. Там вверху ещё какие-то животные. Что-то происходит, я не пойму что. Там что-то происходит. Я думал, что это барс, который задирает быка. Но потом увидел, что у этого барса есть копыта. Поэтому это вряд ли барс. Возможно, это просто два быка. Подъём наверх. Ну и тут видно, насколько толстые стены. Там внутреннее здание, храм. И вокруг него кольцо вот таких вот толстенных, толстенных каменных стен огроменных. И вот уже уникальная для этой локации штука. Кресты, 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 кресты. Выдолбленные, вывезанные прямо в камне. Да, как обычно, увеличил фото. Простите. Очень крутое место. Я не помню, по-моему там вход бесплатный был. То ли бесплатный, то ли какие-то копейки, что я даже не запомнил. Потому что если что-то стоит в размере эй, вы чего охренели, то я обычно запоминаю. Это роскошный монастырь. В Армении есть ещё один знаковый монастырь. Он меньше. Но это прямо самое знаменитое здание Армении на всех открытках, значках, магнитиках. Это Хор Вирал. Хор Вирал – это как раз монастырь, который стоит на фоне Арарата. Некоторые думают, что он стоит именно на Арарате. Но нет, он стоит на холме. И сзади, за ним возвышается Арарат. Монастырь на фоне горы. Красивое место, но он чёрт и где за городом. Поэтому, когда я был в Армении, меня, к сожалению, наверное, заломало ехать. Я погулял по Дегарду и решил, что храмовая программа на этот раз закрыта. Многий гард того стоил, явно стоил. А ещё там за монастырём потом купили лавашек и пошли на камнях посидеть на берегу горной речки перекусить. Пахались. И там горная речка образует пороги. И там, где пороги, там, естественно, выбиваются такие природные бассейнички. И в этих бассейничках купались какие-то европейцы. Причём купались абсолютно не за комплексон. То есть снимались в это всё и окунались в холодную горную водичку. Довольно купались и шли дальше гулять. Я вдохновил своих примеров. Тоже ополоснулся. Леденющая, леденющая, леденющая горная вода. Вокруг раскалённый камень. Напоминаю, лето Армения плюс сорок. И иногда горько продолжают тему внутренних помещений. С его чуть-чуть осовременнее, видите, уже современные шутки канализации. Я так понимаю, здесь была канава, сток. Её просто сверху заложили кусками камня, чтобы это было плюс-минус, чтобы это не особо выбивалось из общей картинки. И положили уже современные английские решёточки. Вот это речка, в которой можно при случае отлично освежиться. Будете в Гигарде, рекомендую. В горном. Да, я ещё тогда шарился по всему этому перцаках. Я не знаю, зачем это, но местные почему-то в подобных местах, которые считаются святыми, священными, складывают пирамидки. Столбики из камней. Причём я встречал это у многих народов. В Трамене я это встречал. На Байкале я видел такие столбики из камней. В шаманских местах. В Монголии. В Монголии это называется Ово. Наверное, самая простая форма, наверное, ритуального поклонения высшим силам. Я не знаю, когда правильно схомулировать. Хочешь отмекаться в священном месте, построить столбики из камушков. Овощи, звоните кроме там, планирование высшим силам и лизин enfin dipping Igb. Это я уже поднялся в горы над монастырем, там выше тоже были какие-то помещения, но их покинули, забросили, от них остались останки стен, останки арок, останки крестов этих вездесущих каменных. Такое ощущение, что это была природная пещера и там просто добавили тюпичами, это полное счастье. И вот эти вот прекрасные, абсолютно прекрасные армянские горы. Змей там, уху, я в Азии столько змей не видел. И мы там тусили ровно до того момента, пока туда не приехали автобусы со школьника. Мы поехали с утра, ближе к обеду туда привезли десяток автобусов со школьными экскурсиями и их услышно. Я сидел вверху на горе над храмом, наслаждался краевыдом и тут шум, гам, кричьи, ай-дам-э школьников привезли. И после этого мы оттуда быстренько скипнули, потому что стало слишком людно, шумно и невозможно наслаждаться атмосферой. Все, вот так выглядит Армения за пределами городов, ущелья и горы. Большая часть Армении выглядит примерно вот так. Это как раз пограничная зона с конфликтом в Карабахе. То есть по левую руку мирная Армения, по правую руку направо-направо-направо на горный Карабах, обстрелы и вот это все. Ну вот, вид на Армению из окна автомобиля. На Сиван я не ездил, я мимо проезжал, на берегу постоял, посмотрел, поехал дальше. Там на берегах Сивана много курортов, санаторий и гостхаусов, там можно поселиться пожить, там есть какой-то храм на воде на озере, там есть какая-то пешеходная тропа вокруг озера интересная. Как-нибудь на Сиван нужно, потому что считается самое большое, самое чистое, крутое озеро Армения. Но в тот раз, да, я его только пофоткал. Вот четко видно, когда Армения переходит в Грузию, меняется градиент, то есть Армения желтая, по мере приближения границы с Грузией желтый так плавно-плавно-плавно переходит в зеленый. Видите, да, справа горы более желтые. Слева уже более зеленые. И реально такое ощущение, что все зеленое на территории Грузии, а на территории Армении уже желтые. И мы плавно подошли к следующей стране, про которую мне особо сказать нечего, потому что я там был только в столице и на море. Азербайджан. Азербайджан – это вот из тех стран, куда я обязательно хочу еще раз, потому что это та страна, в которую я считаю, что почти не посмотрел. Потому что в Азербайджане основная часть интересных штук, в них нужно ехать либо к организованным турам с группой, либо на собственном авто. Там есть горящие скалы, то есть скалы, из которых из трещин выходит природный газ, он горит, горящие скалы. Там есть храмы огнепоклонников, там есть грязевые вулканы. Там куча всего крутого природа на границе с Ираном уже. Но, к сожалению, я там был в формате бомжа-автостопщика. И увы, увы, увы. При этом в Армении, в Азербайджане, как и в Грузии, в Армении такого не было. В Азербайджане, что мне запомнилось, потрясающе, потому что гостеприимный народ, очень-очень гостеприимный. В Армении как-то люди и люди. Ничего хорошего, ничего плохого сказать не могу. В Грузии вообще потрясающе на эту тему. Просто абсолютно максимальная какая-то нереальная гостеприимная страна. А Азербайджан чуть менее, но тоже клево. Правда, в Азербайджане есть свои приколы, а Азербайджан все-таки мусульманская страна. Поэтому там Франа надевала платочек, и мы доставали из карманов наши обручальные колечки, чтобы не было никаких вопросов. Я был в Баку, и я был на Каспийском море. Что я скажу про Баку? Баку очень гостеподдубай. Очень-очень. Потому что Азербайджан не бедная страна. Азербайджан страна с большими сбасами нефти. У них много природных ресурсов. Их модно продают, поэтому у Азербайджана много денег. Реально много денег. И они на эти деньги активно развиваются. Вот я ехал, что меня приятно удивило. Очень-очень хорошие дороги. Автобаны четырехполосные очень хорошие. И города, которые проезжаешь, все ухоженные, красивенькие, чистенькие, ровненькие, новенькие. И вот Баку такой. Баку очень чистый, очень такой, очень парадный. Там большинство зданий новые. Большинство зданий начали строить. В новом Баку начали строить уже последние лет двадцать во время нефтяного бума. Когда у Азербайджана появилось много-много денег, они начали строиться. Там есть старый Баку, есть совсем старый Баку, который истор-центр каменный, я вам покажу. А есть среднестарый Баку, советская застройка до того, как Азербайджан откопали нефть и начали ее продавать. Там было село. На месте Баку был такой, ну, не село, а городок зачуханный. И я как раз вписывался у парня, который жил в этом среднестаром центре, его активно сносили. И на данный момент, по-моему, уже снесли этот район. Тем, кто там жил, тем, кто там был прописан, его раздавали, жил площадь на настройках. И раздавали по квадратуре. Поэтому, когда пошла эта новость, что будут район сносить и раздавать жилье местное, начали строить там балконы, веранды, вторые, третьи, четвертые этажи буквально из говна и палок. Все это спешно, за взятки, потому что коррупция там процветает, кстати. За взятки вносить, я не разбираюсь, но вносить, как это называется, реестры. Короче, там, где фиксируют, сколько за тобой закреплено квадратных метров. В общем, я застал тот период, когда в среднестаром Баку достаивали, достраивали, просто из всего чего можно, из каких-то досок, фанеры, мешковины, вот лишь бы притупить пристроечку лишние пару квадратов, чтобы потом в новостройке дали тебе квартиру на пару квадратов побольше. Это было забавно. Новый Баку выглядит вот так. Очень пафосно, очень помпезно. Большие величественные здания из песчаника, широкие улицы, широкая набережная, самый большой флаг в мире, то ли самый высокий флагшток в мире, то ли самый большой флаг в мире, то ли и то, и то. Вот. И в целом Баку любопытный. Ага. Да, кстати, вполне возможно, что вот наш поставленный буквально в двадцать первом году его переплюнул. Я что-то слышал о том, что когда у нас его ставили, это уже вот на данный момент в Киеве был... Нет, киевский. Ну да. Сейчас мы говорим. Флагшток в мире... А хрен там Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, у них же просто дофига денег. Я вот постоянно их начитаю про какие-то постройки в Саудовской Аравии. У меня ощущение, что они стремятся построить самое высокое, самое дорогое, самое глубокое, самое широкое. Ну просто потому, что у них дофига денег. Да, флаг Азербайджана был самым высоким в мире до семнадцатого года. В семнадцатом году его отправили на ремонт и до сих пор так и не открыли. Да, жалко, там действительно огромный флаг. А потом его обошел флаг Таджикистана. Прикольно, они там флагами походу меряются. Прикольно, кстати, когда они открывали в Баку, в Азербайджане этот флаг, то президент толкнул речь, что придет день и этот флаг будет развиваться где? В Нагорном Карабахе. Вообще, Нагорный Карабах, там такая интересная конфликтная зона, очень интересная. А еще Азербайджан, кстати, очень похож на Турцию, потому что это одна семья народов тюркских. У них очень похож язык, очень-очень похож язык. Черт, нет, даже флаги очень похожи. Да, сейчас самый высокий флаг в мире – это Саудовская Аравия. В топчик также входят Северная Корея. Иордания, Эмираты, Казахстан, Малайзия, Кыргызстан и Беларусь. Интересная выборка. Очень интересная. В Украине я не знаю даже на каком месте. Я вот нашел нашу статью. Украинному. Не, мы даже в топ-10 не входим. У нас в Киеве самые высокие в Украине. Вообще, из-за страны Средней Азии и Ближнего Востока очень под высотой флагом мирятся. Это старый-старый Баку. Это исторический центр, самый-самый старинный, но он полностью отреконструированный. Он состоит на данный момент из отелей, кафе и рынков. Я не знаю, остались ли там старые-старые-старые-старые здания. Он выглядит слишком витринным, слишком вылизываемым. И очень-очень-очень неживым. В принципе, я когда гулял по Баку, у меня было такое ощущение, что мы два идиота только на весь город гуляем. Потому что, опять же, это июнь месяц, 45, жарища, в Баку мало зелени. В основном камень, все каменное, тротуары каменные, дома каменные, все каменное. Дикая же вещь, подвещь, потому что когда солнышко садится, охлаждение, народ уже ползает. Я когда в Египте жил, вот там была та же тенденция. Я так понял, это вообще общая тенденция для жарких стран с пустынным климатом. Вот тогда я этого не знал. Азербайджан была вообще моя первая пустынная страна в этой жизни. И я тогда не знал, что выходить гулять нужно вечером. Днем сиди и дома под кондером, или в кафешке под кондером. Хочешь, сиди под кондером и не рыпайся. А как с темней, ты не гуляй. Ну, нет, нужно же везде полазать, посмотреть днем. Как я там тепловушку не словил, я до сих пор не понимаю. Аллах миловал не иначе. В Баку весь каменный. Интересный факт, в Баку есть меток. Небольшое, по-моему, на десяток станций. А еще один интересный факт, в Баку, как и в Азербайджане, везде ковры. Ковер там. Это, кстати, еще одна спорная штука с Арменией. Армяне с азербайджанцами спорят, чье ковроткачество, чье ковровое искусство. Труйове, Алдове, Старше и вообще одобряется Аллахом. Но в Армении я столько ковров не видел. А в Азербайджане есть музей ковра, построенный в виде ковра. Я его покажу, будет фоточка. Есть рынки ковров, есть магазины ковров, есть торговые центры ковров. И в старом городе, в Старом Баку везде продаются ковры и изделия из медиа. Медные кушины, медные подносы, медные латунные. А самовары, немножко волшебного востока, там прямо на улицах под нарезниками сидят дяденьки, чеканщики, чеканят подносы. На улицах ковры ткали я не видел. Вот это вот символ современного Азербайджана, символ Баку, flame towers, огненные башни. И к ним я вернусь чуть позже. Это старый город, но согласитесь, да, выглядит он слишком витринно. Он не похож на что-то старое. Я показывал Узбекистан, показывал Бухару, Самарканд. Вот это старый город. А тут косплей. Косплей старого города. Он действительно стоит на территории старого города, я в это верю. И стены крепостные тоже старые, я в это верю. Но большинство зданий, мне кажется, там острый. Да, простите, фоточки перестали, перестали. Фоточки, фоточки, фоточки. Фоточки, 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 фоточки. Вот. Вот, вот, вот. Это выход из старого города, вид на новый город. Это уже новый город. Видите, как мало тенечка и людей. В целом, в Баку не то, что много праздногуляющих, но в Баку это деловая столица. Это деловой город. Там много офисных работников, много банков, предприятий и все. Бегут, я спешу. Город состоит впечатлением вот такого молодого бизнес-города. Города бизнес-активности. У меня такое впечатление Нур-Султан вызвал, который бывшая Астана. И Баку такое впечатление произвел. Город деловых людей. Подземный переход. Просто в подземном переходе мраморная плиточка, на которой орнаменты. Эмират на минималках. Вот этот самый высокий в свое время флаг, флагшток самый большой. Пафосно развивался. Вот набережная Баку. Новенькая, красивенькая. Тенечек? Что? Не-е-е, не слышно. Вечером они столпотворение. Вечером они дофигища народу, а днем дураков нет. Ага. Так вот откуда наши градостроители взяли идею срубать побольше деревьев и положить побольше асфальта. А, определенно. Ага, определенно. Тенечек? Не, не слышал. Полностью согласен, да. Есть такое. Вот, 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 вот эти прекрасные flame towers. Что прикол? Это офисное здание. Вся поверхность каждого из трех этих строений – это экран. И когда темнеет, поверхность превращается… Ну, там проецируются разные картины. Почему flame towers, горячие башни? Потому что в большей части времени на них показывают языки огня. Такие три огромных языка огня под городом. Это очень круто. У меня есть фото. Фото, к сожалению, не передает этой крутости. Даже днем смотрится очень круто. Очень-очень круто. Ну, это не они такие высокие. Это не на холме стоят. Не настолько они поднимаются от города. Там просто холм. На этот холм можно подняться на фуникулере. Там под холмом большой, красивый, очень красивый, большой, чисто сырянный парк поднимался. И вроде бы на одну из этих башен можно подняться наверх на обзорку, но я не поднимался. А, да, это еще как раз год назад. Я был в шестнадцатом, а год назад там были первые европейские игры, чтобы это не значило. От них много чего осталось. Вот это огромный, огромный флажище, флажище, флажище. Море грязное. На море, прямо на воде, мне кажется, даже на фото видно радужная нефтяная пленочка. Такая четвертая пленочка. Порт на Каспийском море. Кстати, вы знали, что Каспийское море на самом деле не море? Я буквально вчера, совершенно случайно, мне занесло страницу про море. Я читал про Новый океан, который недавно, у нас же недавно Новый океан появился на планете Южный. И по ссылочкам, по ссылочкам, как это бывает, я перенесло на статью про Каспий. И я узнал, что Каспийское море, оно называется народным морем, но если брать географическое определение, то это озеро. Это большое, бесточное озеро, потому что оно ни с чем не соединяется, ни с какими другими водоемами. И по всем определениям, по всем характеристикам Каспий – это не море, это озеро. Когда и почему придумали называть морем, я не знаю, но это озеро. Мелкое, теплое, на пляж ездил, очередная девичья башня, слева очередная башня с легендой, по которой очередная дочь какого-то купца султана, не знаю кого, богослова, не захотела выходить замуж и сбросилась с вершины башни и убилась. Типичнейшая история. Возможно, если забить в гугл сколько девичьих башен в мире, он выдаст большую цифру. Интересная. Архитектура интересная в Дурджим музей. Это один из, это маскот. Маскот Азербайджана – циран. Даже написано циран. Это местный вид. Кажется, оленей. Или антилоп. Антилоп. Скорее, антилоп. Островки зелени. Я так понимаю, там растет плохо все, потому что это уже пустыня-пустыня. С той набережной вот такие островки пальмочек и островки кактусов. Пальма, пальма, пальма. Что мне понравилось в Азербайджане? Мне очень много чего понравилось. Даже на основании одного боку. Кухня. В Азербайджане прикольная кухня. В Азербайджане. Компот из фейхои. Фрукты. Винишка. Отличная винишка. Мясо в мурашке. Лаваш с мясом. Азербайджанская кухня мне зашла. Зачем таков-то просто дум-дум-дум-дум. Ну видно, что боку в основном новый. Новейший, новехонький. Это просто лавочка. Не обращайте внимания, лавочка их делится. Снова-снова-снова не отсортированные фото. Тоже какая-то тяга. Нет, я считаю, что Харьковский парк Горького в плане концентрации статуи на метр квадратный переплюнул все и всех. Кто был в Харькове в парке Горького, тот поймет, потому что у нас концентрация скульптур просто через каждый метр. Метр скульптура, метр скульптура, метр скульптура. Я не знаю, зачем возреваю, что что-то связанное с отнованием баблишка. Есть у меня такая теория. Я не верю в альтуизм наших властей. А этот фонтан я назвал куча говна и бегемота. У бегемотов периодически из постей бьют струйки воды, попадают на этот конус и по нему стекают. Любопытная форма фонтана, возможно, символизирует что-то не то, о чем я подумал. Мне в голову пришла, в общем, выполнен ассоциация. Возвращаясь к теме еды в Азербайджане, гранатовый сок. Гранат – это символ Азербайджана, и там их много. Лучший, самый вкусный, самый насыщенный, самый сладкий, самый крутой гранатовый сок в этой жизни. Я пил именно в Азербайджане. Там он стоит совершеннейшие копейки, абсолютнейшие копейки, продается везде. На каждом углу я там гранатовым соком просто обпивался. Неспрямо очень ограниченный бюджет. А еще в Баку есть несколько зданий, построенных Захой Хадид. Есть такая известная архитекторша Заха Хадид. Очень-очень известная, очень примированная, дипломированная. И она, по-моему, родом как раз. То ли из Азербайджана, то ли из Ирана. Какой-то из тех краев. А, из Ирана вообще. Как правильно писать, Иран или Ирана. Она вообще из Ирана. Представительница деконструктивизма. Член американского фейсовского общества. Очень-очень-очень крутая архитекторка. Я советую при случае погуглить здание, которое она проектировала. Вот центр Гейдара Алиева в Баку. Это ее авторство очень интересное. К сожалению, я не сфоткал. Там очень интересная архитектура. Очень-очень-очень. Я даже сейчас не удержусь. Не удержусь и покажу вам, как это выглядит. Вот центр Гейдара Алиева в Баку. Выглядит вот так. Ни одной прямой линии. На окраине Баку стоит такой вот музейный комплекс. Она вроде бы даже у нас что-то хотела строить, но не срослось. Ага, вижу. Да нет, я как раз хотел сказать, что типа я уже не удержался. Посмотрел. Это действительно очень круто. Я ввел не центр этот, а в принципе, что она строила. Знаешь, такое воплощение будущего, как его рисуют в современном кино и так далее. Как-то так выглядят города будущего. И особенно интересный факт именно то, что она из такой страны необычной, которая слабо ассоциируется с городами будущего. Ну да. И это как такая прям... Да, в общем... В общем, очень красиво. А знаешь, что забавно? Забавно, что последняя на данный момент ее работа в 2018 году это частный дом российского олигарха. Антон? Да, уж. То есть у нее список работ, да, завод BMW в Германии, например. Бизнес-центр, морской вокзал в Италии. Какая-то плаза в Сеуле. Политех в Гонконге. О, это очень прикольно в Гонконге было. И в конце этого списка, значит, особняк российского олигарха. В одном ряду. Забавненько. Забавненько. Кактус на набережной. Кактус на набережной. Вот с чем, с чем? А с кактусами в Азербайджане все хорошо. Климат располагается. Это... Уголок там такой небольшой. Представлены все виды кактусов, которые растут на территории страны. Я до этого не знал, что вообще бывают столько видов кактусов. Я на днях узнал, кстати, что кактус цветет, когда умирает. То есть, когда кактус уже совсем плохо, когда у него там обезвоживание, плохие условия, то он напоследок расцветает. Типа, я не выживу, так дечи мои поживут. Я думал, что кактус цветет при благоприятных условиях. Оказывается, некоторые виды кактусов, некоторые цветут. То есть, как льдиная песня, когда они заканчиваются, уже понимаешь, засыхают, не хватает таких на счастье, они расцветают. Вот. Flame Towers. Flame Towers видно отовсюду, поэтому часто фоткал. Просто ты где не гуляешь по боку, везде видишь эти башни. Трошка. Ну, в зеленье удали. Лучше, чем в эмиадах. Но… Вот, это маленький нар. Нар на турецком, на азербайджанском, на тюркском языке. Это грамот. Это маленький гранат. А, это так называемая Бакинская Венеция. Набережная вообще огромная. Набережная через весь город, по краю всего города. Есть каналы, по которым катают на гондолах ребята азербайджанцы, перехинутые под венецианских кондольеров, под мостиками. А вот называется Бакинская Венеция. Просто потому, что могут. Построили в парке такую небольшую, но забавную локацию. В Баку много мест, но смотришь, понимаешь, у ребят просто здесь много денег. Просто много денег. Ну и, наверное, какое умение их использовать на благо Харькова и харьковщан, на благо города, на благо страны. Вот, музей ковра. Музей ковра в виде ковра. Рулон ковра, внутри которого рулоны ковров. Снова флэнтапс. Вот фуникулер. Можно отстоять час в очереди, потому что он ходит раз в 15 минут, а желающих много. Подняться на фуникулере можно. А рядышком подняться бесплатно, а бесплатно. Заменьше количество времени и больше количества усилий и подняться по веселке у нас. Снова музей ковра. Это музей музыки, если не ошибаюсь. Вообще, в Баку очень много музеев. Причем больших, красивых музеев с большими, хорошими, с богатыми коллекциями. По музеям в Баку хороший город. У меня моя бывшая психологиня ездила на курс повышения квалификации как раз в Баку и тоже была в восторге от того города. Ничего не ожидала, даже немножко опасалась, потому что мусульманская страна все дела и в итоге была в восторге от Баку. Он такой современный, такой чистый, красивый и безопасный. Очень, очень футуристичные местами, очень, очень. Вот тоже видно эти флеймтауэрсы, непосредственно подножье этих флеймтауэрс и в лучах заката, когда еще не включили подсветку, но уже солнышко начинает закатываться. Интересно, цветами переливаются. Свет. Несортированная фата. Несортированная фата. Локальский вам. Ага. У меня как раз от вида всего этого богатства возник вполне политический вопрос, типа богатейший, офигенный, типа на ресурсы, на нефть, на все вот это вот Азербайджан срется с бедной не обустроенной Арменией за малюсенький Нагорный Карабах. Какой-то такой сюрреализм, сюрреализм. Я согласен. Ну там какой-то очень давний просто территориальный геополитический спор, вот реально очень давний. Нефть в Азербайджане так сильно недавно продают. Спор насчет Нагорного Карабаха. Он там идет. Идет, 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 идет. Идет, 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 идет. Скажи мне это раз. Карабахская война. Вторая Карабахская война. Именуя его в Азербайджане Отечественной войной. Я когда-то пытался вникнуть в струк этого конфликта, я понял в какой-то момент, что я запутался. Я вот сейчас почему снова резал интернет, потому что я честно не помню, там очень сложный конфликт. Я даже не смог понять, кто там прав. Кто там вообще правых нет. Свойства Слового Года. Свойства Слового Года. Они начали там между собой. А потом Россия ввела миротворцев. И все стало хуже. Намного, намного хуже. Россия ввела миротворцев. На что мы все не ввели, это всегда не к добру. Не к добру, да. Не к добру, ой, не к добру. Там межобщинный конфликт имеющий давние исторические культурные корни. То есть там у них вообще конфликт еще средних веков тянется. А! А! А между мусульманами и христианами. Все. Это локация... Это очередная святая земля, что ли? Да, 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 да. Там на стыке культур. С такими баблищами могли бы уже что-нибудь придумать, знаешь, культурно как-то закончить это все. В чем все это, на чем... Да, это черт не знает, когда. Они еще в 1918 году согласили независимость. Но кашу заворили армяне. С учетом я разобрался, что изначально кашу заворили армяне, которая жила на территории, которая была азербайджанской. Серьезно, там сложный конфликт. Я бы хотел с этим разобраться. Но на чем-то более простом и понятном, чем статья из Википедии, из кучи каких-то дат, названий, топонимов, фамилий, съездов партии. Я фактически к мне такое сложный. Вот так выглядит Баку. Видели, видно Ереван, да, и видно на Баку, сравните, хотя они рядышком. Да вот я думаю, у твоего земляка-бушвакера что-то должно быть про Армению, Азербайджан, Карабах. Может быть, даже разберешься. Спасибо. Сейчас поспоршу. Карабах. Нет. 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 К сожалению, про те края у него вообще нет. Есть куча новостных сюжетов, история конфликта. Ладно, я потом поищу. Может, действительно кого-то найду. Мне было бы интересно разобраться вообще, в чем суть. Включу. Включу. Вопрос, может быть, не совсем про Армению, но просто бушвакера вспомнили. Сказали, что твой земляк, а вообще откуда этот чувак? Откуда-то с Донбасса. Потому что я его просто очень люблю слушать. Ну, интересно, здорово. Нет, он живет в Харькове вроде как раз. Откуда? Ну, вот. Он харьковчанин. Ну, сейчас он живет в Харькове, это сто процентов. А, харьковчанин. Поэтому я его земляком твоим и назвал. А, вот это ладно. Просто, понимаешь, я бы хотела с человеком пообщаться, ну, как-то, хотя бы как-то, но я его знаю чисто в Ютубе, и там он писать перестал, ну, вот с началом войны. И было просто интересно. Ну, да, но я думаю, что достаточно много людей хотят с ним пообщаться хоть как-нибудь, поэтому он, скорее всего, шифруется. На данный момент, по-моему, дополнено даже неизвестно, как его на самом деле зовут. Да пофигу. Дело ж такое. Я многих своих друзей Пожестевых не помню, как зовут. Он выехал. Он выехал из Харькова, сейчас на Западной. Ну, просто он написал только то, что он жив, и всё, и молчок. Ну, то есть это было в самом начале, но ещё там в феврале. Нет, нет, нет. Он писал, он много писал. Я вот на канал в телеге зашёл. А, у него же... Слушай, можешь куда-нибудь кинуть его канал? Ну, я не официально нашёл канал, который... репостит его твиты. Ну, сможешь куда-нибудь ссылку кинуть? Угу. Или просто мне, или если кому-то ещё интересно, да. Угу. Да, вот он в середине мая писал о том, что хотел что-то написать, что-то сделать, но не смог. Сахобин читает новости и не может ничего. Я его отлично понимаю, да, я сам только неделю назад что-то делать смог. Так вот, вернёмся к Азербайджану. Да. Это спорткомплекс. Там чуть дальше ещё какой-то крутой, понтовый, тоже интересный яхт-клуб. Ну, вот старый город советских времён, старый Баку. То, что было до того, как они нашли нефть. А вокруг уже то, что стало после того, как они нашли нефть. Разница на лицо. Контраст потрясающий. Вот этот район сносят, а вот этот вокруг уже новостроен. Баку растёт, Баку строится. Да. Смотри, я сегодня болтливый, да. Вот что нефть животворящий делает. Скажи, да. Я потом очень смеялся, когда побывал в других странах ресурсных, в Казахстане, в Эмиратах. А вот в России я такого не видел, знаете, хотя у них тоже вроде к ресурсу дохера, но что-то таких вот темпов строительности, колоссальных строек, новых, блестящих районов. Чёрт, я когда-нибудь в Москвосики такого там особо не видел. Наверное, куда-то не туда, а, ну да, на войну, всё, на войну. Вечерочек уже народ начинает набережную ползать, 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 закат, такие красивые закаты на пустыне. Вечером Баку даже красивее, чем днём, потому что там очень много подсветки. Есть города, которых даже вечерняя подсветка не делает лучше Минск. Минск максимально унылый, что днём, что в вечерней подсветке. Он прям унылый. Есть города, в которых вечерняя подсветка делают хуже, например, Берлин. Я удивился, но в Берлине экономят электричество, оказывается, и там вечерняя подсветка очень тусклая, очень тусклое уличное освещение, и его довольно мало вечером. Вечером атмосфера лёгкого стимпанка и приглушённые фонари жёлтые. А Баку электроэнергию не экономит абсолютно, поэтому ночью там всё свекится, сверкает, блестит все здания по контуру, балконы, крыши, всё-всё-всё-всё абсолютно всё посвечивается. Фонтаны начинают в море бить, светящаяся набережная вся сверкает, к сожалению, Фотик плохо передаёт всё это сверкание. И вот вот эти Flight Towers, как они выглядят ночью. И это в динамике, это не статичная картинка, это в видео, это в динамике танцующие языки огня. Танцующие языки огня, потом они сменяются флагом Азербайджаном, потом там какая-то анимация, какой-то бегущий человечек в цветах Азербайджана, но основная часть времени вот такой вот огонь. огнище, логотип Бёрна. А, там человечек выходят и начинают махать флагом Азербайджана, потом флагом Азербайджана разворачивается на всю башню. А вот это старый Баку, который не исторический, а советский. Это Баку до нефти. Как вам контрастик? Ага. То есть я понял, Баку до нефти это Ереван. Ну, что-то в этом есть. вот такое оно. Нас парень, к которому вписывались, встречал с вокзала и на машине. Мы к нему едем, вот заезжаем, проезжаем светящийся на мой красивый район, даже подъезжаем к его дому, и мы, чувак, куда ты нас везешь? Что, что, что-то фавелы? Это реально фавелы. Один и тот же город. Я знаю, что при желании можно и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, и во Львове, особенно во Львове, особенно в Одессе, найти подобные контрасты. можно, конечно. На Цитеатр. Вторая локация, вторая локация из двух, которые посетил в Азербайджане, это Каспийское море. Каспийское море не зашло. Дичайший ветер, очень, очень ветрено, мелко, мелкое, теплое, остальное, напомнило Азовское. Вот тоже, километр от берега отходишь, вода все еще по колено, и такое ощущение, что можно вот так вот вода по колено можно дойти куда-нибудь до Дуркменистана, или до Казахстана, потому что там на другой стороне этого озера Дуркменистан и Казахстан. Там даже бароны ходят из Баку в Актау. Вот. Ну и не фанатия морей, поэтому Франк был интересный, мы на полдня туда съездили городским автобусом. Вот. Ветер. Ветер такой, что ты пытаешься надеть футбол, футбол просто от тебя к чертям улетает. Ну, поделали немножко пафосную фоточку. Какие потом разводы соленые были на все, потому что оно очень соленое, особенно на моих черных шмотках. Все было в славе полностью. Не стартировано. Окей. Вот то, что вместо песка. Ракушничок. Это возвращаемся в Баку, и это, по-моему, самое пафосное знание KFC, что я видел в этом мире. Это все знание KFC. Я подофигел, когда увидел дворец KFC. Дворец султана KFC. Немножко вечернее, вечернее обаку еще. Хороший, но это интересный. В плане каких-то старинного колорита нюб, но в плане красивой современной архитектуры, хорошей, продуманной урбанистики, да. Да, 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 еще раз да. Особенно по контрасту, я там был только после Еревана. Такой контраст дикий. Казалось бы, две страны рядышком. Несортированное фото. Решал, у которого мы останавливались. Сейчас, кстати, в Нью-Йорк переехал. Обязательные цитаты из Корана в доме. У нас иконки. диван на улице. А, это еще, еще, еще. Я помню, что у меня вроде было больше, я больше гулял по старому, старому, старому баку, по историческому. это снова самый старый, самый исторический баку, это стены старинные. Вот, все. И, как и в Турции, очень много котиков. Очень много котиков. Вот, я помню, что у меня было больше фотографий, которые показывают, насколько там много ковров. и действительно ковры. Вам может показаться, что это клевая, спелая граната. Но нет. это сувенирные, это искусственные. Не настоящие гранаты, там муляжи на сувенирчик. Да, 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 старый баку. ковры заполоняют. Старый город заполоняют ковры. А я помню, я не спрашивал, но мне кто рассказывал, так снова перестали стараться, что они там стоят какие-то совершенно копейки, и можно за очень небольшие деньги утащить себе в качестве сувенира ковер из Азербайджана. Зачем, правда, в наше время ковер тащить, это он, я не знаю, возможно, есть любителям. Особые любители ковров. Да, ковры. Ковры. Какие-то раскопки. И ковры. Раскопки и ковры. Какая-то выставка современного искусства. Вот эти все штуки, они в форме девичьей башни, вот той самой. Мини-девичьей башни, и на них на каждой что-то нарисовано. Все это под девичьей башни. 3D-картинка. Вы помните, были модные одно время такие 3D-картинки, когда на определенном точке становишься, и с этой точки картинка кажется объемной. Каз 15-16 годы была дико популярная, везде их рисовали. Виды старого города на символ нового города. Хороший кадр препятствия. Значит, отсюда с ней. это я ходил по переулкам и фоткал котиков нефтенечки кучковались да и портрет по-моему президента да тоже что я заметил в Баку в частности возбуждение в целом там то ли выборы как раз в том году были то ли что очень много портретов в HD вдоль дороги Биллборда в городе много портретов президента везде много портретов президента судя по темпам строительства Баку у меня ощущение что в какой-то момент он плавно перейдет через границу с Ираном потому что Баку недалеко на границе с Ираном и окраины Баку уже будут в Иране Баку родоснется до Тегерана куда-нибудь упрется в Тегеран а я не помню что это что за какое-то шествие было футбол не футбол выпускной не выпуск черт его помню что очень много молодежи с флажками в форме куда-то весело шли и махали флагами что это было я не помню по-моему как раз в честь этих европейских игр эй смотри мужик туристы да ладно ну все уже пошел второй третий заход по набережной каждый вечер мы шлялись по набережной потому что там это самое гулябельное место где не гуляй по Баку и сделаешь на набережную а и все это уже это уже мы выехали из Баку доехали до Батуми и в любимом парке Батуми оставили ночевать с палаточкой и это уже да это уже пошла Грузия плавно переходящая в Турцию потому что это уже Турция аж тогда за неделю мы покатали четыре страны Грузия Армения Азербайджан и Турция вот так я включаю микрофонечки на этом на сегодня буду закругляться что-то я подустал сегодня быстро выдохся всего два часа с небольшим и подводя итоги как обычно что в Армению что в Азербайджан я пожалуй еще заехал в Армению ради природных каких-то да и туда раннеприродных еще раннеприродных чехлоинтов и Азербайджан у меня в целом был относительно близких планов потому что я уже не раз говорил что я этой осенью собирался в Иран страну мечты моей в Иран проще всего добраться из Азербайджана в Иран напрямую самолеты не летают в любом случае пересадки через Баку из Киева прямые в Баку улетали проще всего добраться до Баку большая часть каких-то там вулканов храмов и прочего они как раз от Баку на восток то есть в сторону Ирана как раз интересность Азербайджана она вот в сторону Ирана увеличивается западная часть Азербайджана она такая пустыня-пустыня очень ближе к Ирану к всей вавилонской хетской фумерской культуре к источнику этих культур тем больше всякого интересного кляво было прилететь в Баку покататься по интересным местам Азербайджана и плавно доехать до Тегерана столицы Ирана и уже покататься по Ирану может быть когда-нибудь когда вся эта пололайка закончится я таки реализую хотя Иран до сих пор держит ковидные ограничения где-то в мире существует ковид смешно сейчас об этом думать вот как-то так интересные страны что-то что-то да Армения беднее более совковая более такая зонетная за чухом тоже любопытно и вообще для меня с моей точки зрения на этой планете мало стран неинтересных меня мало интересует допустим Баглодеш меня мало интересует или не знаю Мали Мали меня вообще не интересует но в целом большинство стран в этом мире меня в той или иной степени интересует если мне кто-то хочет что-то сказать спросить тюточки дополнить не знаю говорите или я пройду шаг здорово умеешь рекламировать страны я уже говорил что должны доплачивать ментализм но просто в Грузию теперь поехать хочется насчет Азербайджана вряд ли насчет Армении любопытно именно природно Грузия да Грузия Грузия топчем Грузия того стоит в той части мира из этих трех стран Грузия самая комфортная в плане порога культурного вхождения в плане разницы с нашей культурой что Азербайджан все-таки мусульманский там больше такие восточные турецкие вайты чувствуется не то что прям сильно но восточный вайп ощущается разница культур присутствует в Грузии разница культуры минимальная не так в Грузии она комфортна не шокирующая не выбивает попадания в кардинально другую культуру когда Грузия хотя меня когда спрашивали куда из интересной более-менее экзотической заграницы стоит скататься из первого заграницу я однозначно всем в этом плане советую туру потому что идеальный баланс экзотики комфорта безопасности концентрации концентрации каких-то интересных мест Турция лучше всего но для некоторых для меня это удивительно но я знаю для некоторых Турция слишком экзотично мечети мусульмане паранджимы все ужас ужас так на этом я выключаю запись мусульмане она показывала